Как же жить без мусора? В этом видео я расскажу, что делают с мусором самые сознательные правительства. Ежегодно появляется 2 миллиарда тонн мусора на планете. Доля на каждого землянина в среднем около 200 килограмм. Мусор отправляется на полигоны, в океан, разрушая экосистемы. В этом видео я расскажу, что делают с мусором самые сознательные правительства. Швеция. Мусор становится энергией. Швеция является одним из мировых лидеров, использующих технологию энергии из мусора. Около 2,5 миллиона тонн мусора ежегодно сжигаются для выработки электричества и тепла. В стране десятки мусороперерабатывающих заводов и мусорных электростанций. Они обеспечивают энергией около миллиона семей. 99% мусора в стране используется или как топливо для электростанций, или как сырье для производства. Швеция настолько успешна в переработке собственного мусора, что ей его не хватает, поэтому она начала его завозить из-за рубежа. Страна импортирует мусор из Норвегии, Великобритании, Германии и других стран. Другие страны доплачивают им за использование своих отходов. Следующая страна Австрия. Расщепление пластика. В Вене, столице Австрии, мусоросжигательный завод стал теплоэлектростанцией. На нем сегодня в тепловую энергию превращается 265 тысяч тонн мусора в год, что позволяет отапливать целый район Вены. Но австрийцы научились и другому искусству. Из мусора делают сырье для производства новых вещей. Сегодня, например, они активно применяют биотехнологии, что позволяет расщеплять пластик. Для этого используется особый грибковый фермент. Так обеспечивается круговорот пластика. Уход от одного продукта используется для создания другого. Великобритания. Энергия с пищевых отходов. Великобритания является одним из мировых лидеров в другой технологии. Преобразование пищевых отходов в энергию. Для этого применяется так называемое анаэробное расщепление, попросту говоря, использование бактерий для переработки пищевых отходов. Получение биогаза и биоудобрения. По оценкам британского правительства, в среднем подобный завод может производить энергию в размере 200 кВт в час с одной тонны мусора. В Британии эту технологию применяют несколько сотен заводов. Они способны обеспечивать энергией более полумиллиона домов. Южная Корея. Подземные машины. Южная Корея пошла еще дальше. Город Сонга – один из самых ярких примеров смарт-города или даже города будущего. Вместо мусоросборочных машин за отходы отвечает подземная система. Специальная пневматическая канализация забирает мусор непосредственно из квартиры. Через подземные трубы она транспортируется к сортировочным механизмам. В будущем оно будет поставляться на завод, который будет производить из этого мусора газ. Такая страна, как Индия, делает дороги из пластика. Индия известна в своей сложной ситуации с отходами, особенно пластиком. Почти половина мусора просто не собирается. Еще меньше сортируется и перерабатывается. Индийский профессор химии изобрел новый способ использования пластика. Полиэтиленовые пакеты, обертки шоколада, к упаковке от печенья – все это теперь используется для строительства дорог. Пластик становится частичной заменой битума, углеводорода, который используется для производства асфальта. Это имело свои результаты. Уже построены тысячи километров дорог, а пластик постепенно становится товаром. Правительство его покупает у граждан для строительства дорог, что помогает решить проблему мусора. Мусор как ресурс. Все эти истории свидетельствуют о том, насколько внимательно ведущие страны мира относятся к мусору и насколько важно сегодня обеспечивать циркуляцию отходов, не выбрасывать отходы подальше с глаз, а перерабатывать их снова и использовать. Субтитры создавал DimaTorzok